Добрый вечер. Мы рады приветствовать нашу аудиторию, которая к нам присоединилась. И сегодня мы хотели бы с вами обсудить только этот вопрос. Сейчас очень часто муссируется такое мнение, что кроме как официальной точки зрения властей ничего не происходит, что в оплате СССР и какие-то мероприятия не проводятся. Насколько это на самом деле так, мы сегодня попробуем выяснить. Мы собрались с двумя литераторов на юбилейный вечер нашего русского писателя Олега Платонова, который также является директором Института русской цивилизации. Как вас зовут Алексей, это самый журнал «Напад» представляет. Сегодня будет очень важное мероприятие, честно, у нашего патриотического русского историка Олега Платонова, который сделал для исторической науки, для русского движения очень много, который почтенный человек, на котором, собственно, держится патриотическое движение. Так что дайте ему здоровья, всяческое и многое блага и лето. Здравствуйте. Сегодня мы встретили здесь нашего соратника Виктора и хотим задать вам вопрос. Что сегодня? Сегодня очень большое мероприятие. 70 лет нашему великому патриоту. Мойцу с врагами Олегу Анатольевичу Платону. Мы хотим отмечать в большом зале, очень много придет людей, выдающихся, будут знаменитые артисты, Татьяна Петрова. В общем, это для нас большой праздник. И мы должны показать сегодня, что русский дух не умер. И хотя уже Олега Анатольевича преследует 5 лет, несмотря на это он духом не падает и 31 января будет заседание в Престинском суде, на котором его должны оправдать. Я сегодня буду очень много говорить, в том числе о монахии. Вы можете сделать кусок, этот кусок используете в вашей работе. Потому что монархия – это одно из главных тем, которые сегодня нам необходимы. И мы должны ее не только обсуждать, а приступить к действиям и создавать основу, создавать социальную базу для монархии. Сейчас, к сожалению, этой социальной базы нам не хватает. А без нее мы не сможем, наш царь, он не сможет контролировать всю ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Олег Анатольевич, с юбилеем вас, здоровья, успехов, партия «Великая Россия». Спасибо. Добрый день, друзья, уважаемые присутствующие. Сегодня у нас с вами светлый праздник, потому что мы находимся на одном из самых главных торжественных мероприятиях, в честь одного из самых замечательных людей нашего Отечества, Платонова Олега Анатольевича. Происходит столкновение двух сил, двух противоположных сил. С одной стороны, великая Россия, мировой оплот правды, добра и справедливости. С другой, агрессивный блок внешних и внутренних врагов России, мечтающих о ее уничтожении, расчленении и захвате ее ресурсов. Раскрывая перед вами дорожную карту в моей жизни, прежде всего, конечно, обращаюсь к детству. Первые воспоминания детства, первые слова, которые я слышал, которые меня впечатлили, это слова о войне и победе. Мой отец принадлежал поколению победителей. И свои чувства, связанные с этой войной, он передал мне. И так получилось, что мы в 50-х годах, отец работал директором завода в Архангельской области, где строился город Мирный и космодром. Об этом мало кто знал, но вот это происходило. И у меня отдельные отрывки тех разговоров, которые вел мой отец со своими товарищами, со своими сотрудниками. Они шли о победе, о войне, о военном благоуществе России, о противостоянии СССР и Запада. И так же опять сложилось, что в конце 60-х отец меня сводил на выставку Ильи Сергеевича Глазунова. Она была такая выставка, которая осталась навсегда в моём сознании. И это вот то чувство живое любви к России, которое создавал Илья Сергеевич Глазунов, просто запечатлелось во мне. И как рядом с этими образами любви к России и веры в её могущество, Глазунов всегда говорил, когда заканчивалось его выступление, «Слава России! Слава могуществу России!» Я сумел прочитать книги Владимира Алексеевича Салаухина, замечательные книги, которые тоже мне очень много дали для познания России. И тот же отец принёс книгу Ивана Михайловича Шевцова. Эта книга назвалась «Тля о разрушительных силах в истории России». Она тоже в копилку духовного смысла вошла. И, наконец, замечательные статьи я прочитал в журнале «Молодая гвардия». Написал Михаил Петрович Лобанов о влиянии американизма на разрушение традиционной культуры. Это уже как бы из этого складывалась моя первоначальная идеология. Если взглянуть на следующую страницу моей дорожной карты, моей жизни, то это 70-80-е годы. Это время путешествий по России. Каждый год, примерно два месяца, мы путешествовали вдоль поберёг России по определённой программе. С севера на юг, с запада на восток. Белое море, Соловки, Киевостров до, естественно, Крыма и Кавказа. С другой стороны, Галиция, Буковина, Галиция, Подоле, Волынь до Урала. Происходило очень большое, значительное такой синтез России и понимания России. И, конечно, логичным было вот в этом втором периоде моей жизни обращение к охране памятников. Я стал одним из активистов Общества охраны памятников. И провёл много лет в этом обществе, которое, по сути дела, стало не просто обществом, оно стало организующим началом создания многих патриотических организаций, которые существуют так и иначе и подныне. И, поворачивая следующую страницу дорожной карты моей жизни, я вспоминаю таких людей, которые на меня в то время оказали большое влияние. Это, конечно, произведение славянофилов, с которыми я познакомился. Это произведение Вилова, Распутина, ну, естественно, более позднее произведение, Шифаревича, Шипунова-Фатея, Владимира Николаевича Осипова, Куняева, вот из этих произведений, Проханова, из этих произведений, и на основе этих произведений происходил синтез, который создавал моё мировоззрение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова